Приветствую вас. Я вас поздравляю с выходом в стыковые матчи. Казалось, что по тому, как вы провели первую часть сезона, ну никак не скажу, что вы можете оказаться на той позиции, на которой в итоге оказалось. Что случилось потом? Ну, мы проделали определенную работу. Потом, опять же, вы должны понимать, что это первый сезон для многих футболистов дебютный. Поэтому они и чисто психологически, и привыкали к новым скоростям, и тренировались. Плюс пришли новые ребята, которые очень на нас усилили. И вот все это в комплексе и получилось. Ну, то есть все заслужено, то на какой позиции вы по итогу оказались? Я думаю, что заслужено. Точно заслужено, что на пятом месте. Потому что вообще-то думали повыше забраться. Не вышло, но что есть, то есть. Вы читали недовольство Алании, что, дескать, почему из московского региона могут выходить, когда нет стадиона, а у них нет, как вы на это реагируете? Никак не реагируют. Конечно, их прекрасно можно понять, болельщики в Алании. Но просто хочется тоже сказать, ребят, ну а мы тут при чем? Регламент такой регламент. Как бы и заняли пятое место. С пятого места играем в стыках. Так решили. Но еще нам отказываться. У тренерского штаба богатая игровая карьера. Есть опыт игр таких подобных, когда все решается. Насколько есть у ребят опыт таких игр? Ну, это нечто особенное. Да, это нечто особенное. Не могу сказать. Наверное, так, чтобы прям переходные играть, ну не знаю. Наверное, ни у кого нет. Ребята, многие играли в высшей лиге, да. Это да. То есть опыт игры, в примере, в высшей лиге, да, есть. Но переходные матчи, то есть, знаете, плей-офф, а там все по-другому. Насколько вы ждете, ну я не знаю, какого-то противостояния? Все-таки Юра, он тоже человек в «Спартаке» играл. Или это все сейчас на второй план уходит? Да, мы все играли в «Спартаке», только играет ниже ноль, ниже родины. И я думаю, что у него, наверное, такие же есть вопросы. И тоже сидит сейчас, думает, как ребята себя проявят в плей-офф. Что же такое, знаешь, когда нет права на ошибки. Как вы смотрите, вы играли в нескольких командах в высшей лиге. Как вы смотрите на сезон «Спартака» и «Динамо»? Нет, эти вопросы. Я и работаю в «Родине». Ну я слежу, но это некомпетентно, что-то там говорить о командах, в которых ты не работаешь. Тем более, что я просто тренер. Я сам не люблю, когда кто-то кого-то начинает обсуждать. И сам этого никогда не делаю. Понятно. Как вы смотрите на сезон в «ФНЛ», учитывая то, что количество команд сократилось до 18, нет уже такой гонки, когда тренеры говорили о том, что нет времени на тренировочный процесс. Нет, положительно отношусь, потому что реально, что команда «ФНЛ» не такие богатые. И когда вот идет такая гонка, то к концу чемпионата уже играть некому. Потому что и карточки, и травмы, и перелеты. Даже не успеваешь перевести дух. Поэтому хорошо, что так сделали. Есть время восстановиться, есть время поправить ошибки. И к матчу относятся более серьезно, чем если переезжаешь с места на место, играешь и играешь. На ваш взгляд, вот вы смотрели внимательно сезон на «ФНЛ», ну свою команду, команда соперников. Кто лучший игрок этой лиги? Можно сказать, что Рубин здесь был несколько особняком, учитывая их состав, амбиции. Ну так прям сказать, что прям… да, все. Кто лучший? Лично лучшего, не знаю. Мои лучшие. Вперед, души, живой.